всем здравствуйте постараюсь сначала сказать покороче чтобы было сразу все понятно а затем уже более подробно может быть хаотично записать все плюсы и минусы этих двух моделей ну в общем-то многие спрашивали когда я выложил обзор mdh 9000 от esk как же они в сравнении со своими прототипами от аудиотехника лучше они их или хуже как бы их сравнить ну наконец мне попали эти аудиотехника эти чтена 40x и наконец мы можем их сравнить сначала придется сказать что называется спойлеры чтобы вас не утомлять они разные и разные они очень и очень сильно несмотря на сходство в дизайне разница колоссальная и в первую очередь это разница по звуку просто их сейчас возьму в руки да тут даже не по звуку тут разница вообще по всему эта разница немножко в дизайне в разъемах у esk разъема три с половиной в них входит а здесь два с половиной дальше вес esk намного тяжелее и больше немного даже не немного а порядочного так это все показать да то есть видите ширина толщина по всем параметрам они больше и тяжелее ательский давайте сразу скажу по звуку так значит звук в esk я уже описывал более-менее да то есть очень очень приятные как бы сказать частотная частотный баланс что лили характеристика очень приятная уху придется мне наверное об этом подробнее сказать что однажды смотрел один из обзоров всеми нелюбимого антона логвинова и он там рассказывал про очередную часть call of duty забыл же какую именно но мне запомнился один момент что он сказал так ранее в предыдущих частях были такие звуки выстрелов пушек оружие огнестрельного различного что они утомляли а в новой части они как-то подредактировали и сделали так что их приятно слушать это делать чпок 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 до сих пор они по моему технологии какой-то используют обработки звука то есть звук в этих call of duty он не настоящий в battlefield по моему тоже там так сделали они сделали чтобы он был приятен чтобы не утомляла постоянная стрельба потому что шутер есть шутер там постоянно стреляют и вот вот наиболее близко мне вот эта аналогия вот именно с этими наушниками то есть у эски такой звук что он все записи звуки делает именно такими чпок чпок приятными как описал антон очень приятными уху я не знаю как это они добились но вот они это сделали то здесь как и какая-то вот такая характеристика частотная что она реально делает все что в них слушаешь приятным вот и собственно плюсы приятный звук и очень узкая сцена звук локализуется прям непосредственно в чашках ощущаешь что они вот на ушах где-то здесь есть и вот я так вот приключил двух сторон искать чтобы это было неприятно это скорее знаете это комфортно для человека который любит замкнутые пространства звук реально комфортный во всех отношениях он комфортный это я думаю ключевая их характеристика здесь немножко завышенные низкие частоты причем они завышены как-то вот опять же приятно и правильно есть такая игра batman arkham night и там ключевая особенность автомобиль этот мобиль вот я как-то смотрел включаешь вот он стоит на холостых оборотах вот этих наушниках слышно как он урчит это как низкочастотные урчание двигателя очень приятно и вон так вот бум-бум-бум-бум. Значит ещё раз отличные приятные низы отличная аلا и очень таких правильно верха это вот у нас этих ESK. Дальше аудиотехника. Ну, собственно, вот дождались. Вот она у меня. Вот я ее послушаю как следует. Сравнил со всеми наушниками. Сравнил ее с шенхайзером HD 280 Pro. Сравнил вот с этими. И вывод такой, что звук у этой аудиотехники, он кардинально отличается как вот от этих, так и от всех других. Хотя нет, нет всех. Ну, а во всем по порядку. Значит, что мне здесь не понравилось. Здесь очень-очень-очень занижены низкие частоты. То есть их здесь практически не слышно. Они едва-едва-едва просто вот где-то. Здесь нормальная вроде бы середина и, по-моему, здорово завышенные верха. То есть явно какой-то там вот такой горб чувствуется или пик на чеха, на слух. И что интересно, при всем при этом звук, вот какой-то он, какое-то благородство у него явно есть. Именно благородство. То есть можно как угодно играться с громкостью, какое угодно там усиление подключать. Они все правильно отыгрывают на любой громкости и на любом усилении. Ну, конечно, в рамках разумного. Это да. То есть вот их надеваешь и чувствуешь, что что-то такое в них действительно есть. И что интересно, вроде бы как даже оно и немножко такое приятное. Но низких нет вообще практически. То есть по сравнению с вот этими CSK у аудиотехники вообще низов не ощущаешь. Вообще их вот, да, где-то там что-то, по-моему, бухает, но вот очень далеко и малозаметно. Может быть, конечно, немножко амбушюры. Они тут не родные стоят, но в общем-то в конструкции они точно такие же, как родные, не должно где-то отражаться. Ладно, собственно, о плюсах. О плюсах. У этих аудиотехника очень детальный звук. Пожалуй, на порядок едва детальнее, чем у этих CSK. Детальность явно видна. Может быть, из-за завышенных высоких частот. Может быть, из-за чего-то еще, не знаю. Но звук здесь более детальным кажется. Более чистым кажется. Но более чистым, понятно, это субъективно из-за того, что низких не хватает. И, собственно, самое интересное. Вот это вот первые наушники мои, веские. Ой, уже оговорился. Аудиотехника. ATH-M40X. Это первые мои наушники закрытого типа, которые не обладают недостатком узкой сцены. То есть, вот эти японские инженеры, которые их делали, они каким-то невероятным образом, непонятно как, но они смогли в закрытых наушниках сделать достаточно реально широкую сцену и довольно открытый такой звук. То есть, их надеваешь и прям как-то вот можно спокойно где-нибудь в автобусе, в метро или в электричке, при минимальном уровне фонового шума улицы или транспорта, вполне нормально как бы наслаждаться достаточно широкой сценой. Достаточно широкой, но реально она широкая здесь. Я не знаю, как они это сделают, потому что вот и модель, насколько я помню, там даже демпфирующих прокладок нету. Я ее не разбирал, не знаю. Но сцена здесь реально широкая и приятная. В этом плане они очень приятны. То есть, их надеваешь и прям вот всю панораму ты ощущаешь. И каждый инструмент там отыгрывается где-то вот этот здесь, этот здесь, этот здесь. То есть, ты здесь вот немножко слушаешь каким-то вот общим потоком, допустим, музыкальную тему, то здесь вот слышны разные глаза на заднем плане, потому что за высоких частот и детальности повышенной, слышны как бы отдельные звуки где-то, отдельные инструменты. Тут, конечно, вопросов нет. Тут вот, ну, хочется сказать только одно. Так вот ты какой аудиофильский звук, да? Завышенные высокие, поменьше низких и высокой детальности. Мне это, честно говоря, как-то, ну, вот, я опять же остаюсь при этих наушниках. Вот эти мне намного лучше нравятся. Звук более, извиняюсь, живой. Их надеваешь, вот какая-то живость ощущается. Он не просто приятный, он живой. Такой вот, не знаю, как ароматный, что ли. Так, дальше. Чашки очень сильно отличаются. Здесь они, конечно, такие вот круглые. И даже они более глубокие, видимо, у ESK. Здесь они не такие глубокие, более маленькие. И, собственно, даже вот смотрите, размеры, да? Под мою голову ESK я даже их не выдвигаю. Мне хватает родных. То есть у кого очень маленькая голова, они даже не подойдут, наверное. Вот, а здесь вот я на два деления, как у всех стандартных, выдвинул, чтобы под мои уши. Так что, отличия у них, конечно, очень и очень существенные. Пластик, ну, вроде бы, у аудиотехника получше, вроде бы. Но это не точно. Но на вид получше. По звуку, даже не знаю, что можно тут добавить. Просто вот слушал, 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 слушал. Мне вот эти просто нравятся больше, намного, намного больше. И я, наверное, больше, даже лучше чего-то не найду. А, собственно, что я отложил на потом, так это то, что у них чуть-чуть на... На одну сороковую часть отличается сопротивление правого и левого динамикой. И поэтому какой-то там использователь и что-то такое даже услышал. То есть чувствует, что одно ухо играет громче, чем другое. Но вот одну сороковую почувствовать, я извиняюсь, это не каждый может. Но, во всяком случае, у меня. У меня на одну сороковую отличается по сопротивлению. Тестер показывает. У других, может быть, отличие больше или меньше. У кого как. Это уже производство определяет. Здесь сопротивление одинаковое, конечно. Но японцы, они молодцы. Была такая... Теория, не теория, высказана. Что, может быть, эти японцы... Может быть, у них какой-то немножко другой свой... Ну, знаете, вот у них своя культура, у нас своя. У русских. И, возможно, у них вот нечто есть в плане слуха. То есть, возможно, японцы слышат немножко иначе, чем мы. И поэтому у них вот вся техника, она вот немножко отличается. Вот звук вот у них, вот вообще низов мало. У шенхайер, это вот у немцы, да. У немцев, ну, конечно, басы там прям буквы какие. Довольно сильные. Бэйер Даймэк. У них басы такие, ну, чуть меньше, чем у немцев. Но явно больше, чем вот у этих. Но, тем не менее, как-то они вот умудрились. Из модели в модель. Совершенствовать вот эту вот версию. Что, в общем-то, она выдерживает все тесты. Все проходит. Но баса мало, реально мало баса. Я не знаю, как так можно вообще. Это для любителей середины высоких. Причем высокие. Тут завышенные, пожалуй, ну, наверное, почти так же, как и в Бардино Мик ДТ-990 ПРО. В 250-омной версии, которые у меня были. Видимо, тут вот практически так завышенные. Сейчас вот только что слушал флаг оцифрованный. Тоже вот эти вот звенящие с бесполезным что-то делать с эквалайзером. Они просто вот невозможно наслаждаться такими записями. Поэтому, не знаю, любители высоких частот, аудиофилы. Вот я заметил все аудиофильские наушники, которые у меня когда-либо были, которые я слушал, у них реально недостаток низов, на мой взгляд. Я, наверное, басхед на самом деле. И мне нужен жирный бас. То есть я вот сам ни рок, ни поп там особо не слушаю, но в наушниках почему-то вот люблю, чтобы низкие были нормальные. Чтобы середина была выпеченная. Чтобы верха были не слишком выпеченные. В общем-то, будут какие-то вопросы, если будет их много, пишите, и я еще, может быть, видео сниму. Пока что я за ESK. Наверное, лучше ничего пока мне не попадалось. По приятности. По приятности звука, что ли, вот так. Хочется более широкой сцене, только, пожалуй, чуть больше детальности. Хотя по детальности меня не устраивают. В общем-то, намного выше, чем у тех же PortoPro, к примеру. Пока что все. Спрашивайте, задавайте вопросы. Всем пока.